Еще немного и колеса автомобиля коснутся якутской земли. На приборах более 9 тысяч пройденных километров. Весь этот путь колонна автомобилей на газомоторном топливе проделала в комфортных условиях. Последние 240 километров до конечной точки Мирного самые сложные. Гравийная трасса плюс отсутствие газовых заправочных станций. Их в Якутии, нефтегазовом регионе, по пальцам пересчитать. В Ленском районе одна, на Толокане для собственных нужд газовиков, в Мирницком две. Там заправляется транспорт Алроса. В целом, в городах республики со строительством пока не торопится. И это касается не только Ленска. Муниципальные образования пока не особо не заинтересованы. Наоборот, интерес высказывают промышленные предприятия, добывающие. Такие как Алроса, такие как РНГ, Иркутская нефтяная компания. И мы совместно, скажем так, на три таких больших организаций, плюс привлечением правительства в лице Минпромгеологии республики и Иркутской области, хотим сделать газовый коридор от Ускута до города Мирного. Поэтому последнюю заправку пришлось сделать еще на материке. Но в этих условиях машинам и предстоит работать. Новенькую исканию будут тестировать в Мирницком автотранспортном предприятии. То, что мы как бы ожидали и планировали, показал запас хода хороший автомобиль. Ну, в принципе, он был нагружен, но надеемся, что с грузом, то есть в дальние точки, которые мы планировали, он будет ездить спокойно. Для «Алмаз-Дуртранса» скания на метане еще один тестовый образец. Ровно год назад для подобного тестирования пришел китаец «Шахман». В планах еще «КамАЗ». Машины сравнят и сделают выбор в пользу самой производительной. В планах «Алмаз-Дуртранса» до 70 газовых автомобилей и 120 газодизелей. Технические характеристики машин на метане интересуют не только специалистов. Как они показали себя в дороге? У заинтересованных линчан было немного времени, чтобы осмотреть машины и получить ответы на свои вопросы. Водители и участники пробега делились впечатлениями. «Очень комфортная, очень удобная в эксплуатации. И из-за того, что здесь стоит коробка «Оптикруз», очень удобно. То есть ничего не надо переключать. Она сама за себя переключает и едешь. От вождения получаешь только удовольствие. Никакого другого ощущения, что едет на метане или на бензине, я не почувствовал разницу. То есть машина свои технические характеристики полностью оправдывает. Идут плавно, ход плавный, мощность не теряется». Для автопарка «Алроса» эти машины лишь начало. Главные характеристики – экологичность, экономичность, комфорт – полностью подходят компании. А конец автопробега – лишь начало большой работы по проектированию газового коридора на территории Якутии.